Добрый день! Общий проект Укрлайф ТВ, издательство Дух Элитера. Сегодня наши гости из Италии, из Германии. Из Германии у нас исследователь Анна Брискина, из Италии Адальберто Майнарди, автор книги «Встреча с братом», посвященной взаимообщению восточной и западной культуры, цивилизации, церквей. И как родилась эта книга? Эта книга родилась от встречи. Может быть, встречи с многими людьми именно здесь, в Киеве, во время успенских чтений, во время разных встреч. И там было очень хорошо, что мы нашли общий язык и нашли, что наши корни, корни христианской жизни, корни духовной жизни, но тоже корни иската смысла современности были общие. И после этого я размышлял, то, что я написал для этих конференций, в Успенское чтение и в другим местам, в Бозе тоже, которые у нас были встречи, что встреча – это именно главное событие в Евангелии. Иисус встречается с самыми разнообразными и неожиданными людьми. Как самарянка на обложке. Самарянка, с женщиной-прелюбодейкой, с закхей, с главой Митарей. То есть не только с религиозными людьми, наоборот, он с ними сталкивался. С опасными женщинами встречается. Все время сталкивалась. И поэтому, я думаю, может быть, встреча – это тема Евангелия, это тема христианства. Мы знаем, что Энца Бьянки, один из самых близких ваших друзей и самышленников, автор книги «Лексикон внутренней жизни», которую мы издавали недавно, он тоже написал книгу о встрече с женщинами, как ключевых событиях Евангелия. В каком смысле эти встречи могут служить моделью для современной жизни, для жизни после добротолюбия, после просвещения? Что они говорят современному человеку? Я думаю, что иногда мы думаем о Боге, но мы имеем свои предрассудки и от имени Бога мы можем сделать войны, мы можем сделать неправду, все от имени Бога. И это очень опасно, когда Бог становится идеологией. А на Евангелии мы, наоборот, начинаем понимать, что мы должны понять Бога только через Христа, то есть только через то, что Христос делал, сказал, и что Он сказал? Сказал, да любите друг друга. И мы не только понимаем Бога, но мы понимаем более человека. Так, для современности какой смысл от Евангелия? Это смотреть на глаза другого человека, как разнообразие человека, разнообразие преданий, и не судить прежде чего, так как слушать другого. Это слушание, конечно, это зерно, которое сияет, Христос сияет и сияет в сердце человека. И от слушания мы можем понимать не только Бога, но более всего человека нашего ближнего. Критика попыток говорить от имени Бога и превращать в идеологию те или иные формулы, конечно, это то, что сейчас мы вспоминаем 500 лет спустя после начала реформации. И по праву многие говорят о Лютере и о знаменитых его тезисах. Но также не следует забывать и других людей, которые создавали, по сути дела, это очень влиятельное в Европе и в мире направление. Один из них — Меланхтон. И вы перевели книгу, Анна, «Биография Меланхтония». Мы знаем, что диалогом православных католиков и протестантов активно очень занимается община Боза, и там происходят постоянно встречи. Но сейчас вопрос о источниках, о том, откуда начиналась эта критика попыток говорить от имени Бога, не всегда оправданных, иногда совсем не оправданных. Что вас привлекло в этой книге о Меланхтонии? Ну, прежде всего, автор. Автор книги, которого я считаю своим учителем и которому я посвятила свою диссертацию. Хайнс Шайбле. Хайнс Шайбле. Диссертация у меня была об одном богословии, реформаторе этого времени, боровшемся с Меланхтоном. Меланхтон был его оппонентом, и поэтому, конечно, я работала с текстами и одного, и другого человека, которому я писала, его имя Андрей, Андреас Озианда. И он объявлен был в рамках реформации, он объявлен был еретиком, но его мысли содержат какие-то вещи, которые близки православию. То есть я в своей работе, во-первых, восстановила ход спора, хронологию спора, документацию, он был неизвестен. И попыталась показать, что реформация могла пойти другим путем, если бы мысли Азиандра были включены, так сказать, в общий поток мыслей. А Меланхтон был фигурой, которая, конечно, меня занимала, и его текстами я занималась в архиве Меланхтона в городе Гейдельберг, или Хайдельберг в немецком, где находится исследовательский институт Меланхтона, который издает критическое издание, готовит критическое издание переписки. Уже много лет, 50 лет уже существует этот институт. И там, собственно, я познакомилась с основателем этого института и автором биографии Меланхтона. Это главная программная биография Меланхтона в Германии. То есть Шайбле считается главным знатоком и всех документов, и самого Меланхтона, и его окружения. Поименно знает всех, с кем Меланхтон общался, где, когда он был, и знает подноготную реформацию. Живет в этом мире. Он живет в этом мире. И, конечно, тем самым книга эта уникальна. Потому что до нас дошло 10 тысяч писем. Меланхтон состоял в переписке с огромным количеством человек. Он был профессором в Виттенберге. Очень рано он стал там профессором. 21 год ему был. И на его вступительной речи, речи при вступлении в должность, присутствовал Лютер, который скептически относился к этому юноше. Но стоило ему заговорить, этому невзрачному человеку, почти подростку на вид. Лютер сразу стал его другом. И вот они не расставались до смерти Лютера. Постреты обоих кисти Кранаха вошли в аналы мировой культуры. И очень интересно, что оба, по сути, были профессорами и реформаторами образования сначала. То есть мы все трое университетские люди, все получившие университетское образование. И мы понимаем значение университета как модели, которая может во многом влиять на изменения в культуре. Причем изменения достаточно глубокие и радикальные. То же самое относилось к основанию университета в Болонии. И дальше немецкие университеты, по сути, были первыми очагами глубокой реформации. Насколько в современных университетах, вам кажется, такие книги могут иметь актуальность и значение для преподавателей и студентов? Во-первых, если взять киевскую ситуацию, то самое прямое значение и самый прямой интерес. Ассоциация не прямая, но история очевидная. Миланфеттен был автором университетских уставов. То есть территории, на которых была введена реформация, они жили уже, создавали свои университеты или реформировали университетское образование по уставам, которые писал Миланфеттен. И факультетские уставы, и университетские уставы. Его приглашали по всей стране для создания школ. То есть все мозги XVI века, второй половины, в особенности, все образование — это Миланфеттен. Он писал учебники на все темы и по философии, и по физике. И его учебниками воспользовались езуиты. И его системой образования воспользовались езуиты. И поскольку... Модель образования, которую мы имеем здесь, в Киеве, однозначно, то есть, собственно, инструментарий и замысел принадлежит Миланфеттену и воплощению. И Феофана Прокоповича потом многие будут обвинять в том, что он так много заимствовал и Тихона-Задонского. То есть масштаб этого влияния мы только сейчас начинаем осмыслять. Особенно в том, что касается, конечно, Украины. В том, что касается и Паисия Величковского, и целого ряда авторов в глубоком изучении. Интересно, потому что Паисий Величковский был воспитанник Могилянской академии. И он ушел, потому что был слишком светский по теме модел образования. Но важно, что он имел образование. Прямой контакт. Прямой контакт с текстом. Он изучал латинский, греческий потом изучал совершенство. Но я думаю, что главное, что у него была идея, что работа с текстами – это важно. И изучение, и чтение – это очень важно. И когда мы читаем его сочинения, его письма, полемические, он всегда говорит, что надо читать подлинники, греческие, иначе мы входим в злодлуждение. И даже умная молитва, главная жемчужина православной традиции, она должна быть воспринята. То есть мы должны заниматься этой молитвой только в духе предания. В духе, вот какое предание? То предание, которое мы найдем в светоотеческих книгах. И тогда надо было перевести, надо было найти ошибки, надо было найти оригиналы. Это особенно филологическая работа, очень серьезная. И это очень современная. То есть он поднял уровни предания как бы на современности. Поэтому я тоже в книге пытался не противоставить как-то было просвещение и традиция, традиционное… Добротолюбие. Добротолюбие, традиционное исихазм, как что-то чужое в современности. Но там есть глубокий диалог. Вот это очень важно. И гиалектика эта, может быть, всегда была, есть заменитая книга Жан Леклерк «Amour des lettres et désirs de diez» «Любовь к литературе и желание, жажда Бога». То есть всегда было такое напряжение между созерцательной жизнью монахами, которые хотели заниматься только Богом. Но я думаю, что их нельзя противоставить, надо запонять. И точно нельзя разорвать. И нельзя разорвать. Иначе мы имеем монахи, которые ничего не знают, или академики, которые не понимают суть духовной жизни. А скажите, в заключение, Анна, как у вас синтезируются немецкие студии ваших университетских учителей, коллег, профессоров, и ваш вкус к трудам Паисия Величковского, которому вы посвящаете сейчас книгу? Ну, в известном смысле и на тему Миланфина я вышла через православие, потому что мне показалось, что человек, с которым он спорил, где-то пересекается с православием. И выйдя на Паисия Величковского, меня, собственно, интересовало хасидское движение. И параллельно с хасидским движением и старчеством вот я поняла, что надо заняться Паисием и посмотреть, кто такой этот возродитель старчества знаменитого, имеющий еще, ко всему прочему, еврейские корни. Мама, да. Да. И таким образом я подошла к Паисию из 16 века, то есть из перспективы 16 века. Мы обычно после Миланхтона и после каких-то занятий хасидами мы обычно подходим в славянской традиции все-таки через оптинские, через перспективу оптинной пустыни. Нам кажется, что то, что делал Паисий, это вот оно... Ну, сковороду с хасидами часто, а это более оригинальная тема. И... Я очень надеюсь, что как только выйдет книга о Миланхтоне, мы с вами вернемся. Это будет тема нашей следующей беседы. Я очень благодарен за то, что вы с нами поделились таким необычным синтезом, который имеет огромное значение и для Киева, и для Украины, и в целом для всего европейского континента. Будем надеяться. Благодарю вас за встречу. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...